Доступное жильё. В регионе действуют три жилищные программы с господдержкой. Обеспечение жильём детей-сирот, поддержка молодых семей, а также губернаторская ипотека. Основное преимущество последней – выплата на первоначальный взнос в размере 150 тысяч рублей и сниженный процент ипотечного кредита в 6,5%. Семья Вавиловых в этом году приняла решение воспользоваться льготой. Супруги работают в детской областной больнице. Трудовой стаж без малого – 25 лет. Условы губернаторской ипотеки для себя считают наиболее выгодными. К решению мы пришли, нам сказали, что мы бюджетники и имеем право на такую субсидию. Плюс её очень значимые – это дополнительные средства на первичное вложение, то есть на покупку. И с помощью ипотеки приобретение жилья. Сертификат на первый взнос семья Вавиловых получила лично от губернатора региона. Сергей Морозов в торжественной обстановке передал сертификаты остальным участникам программы, которые уже успели ей воспользоваться. На сегодняшний день сертификаты получили 33 человека. Всего в 2020 году на реализацию программы выделено более 30 миллионов рублей. До конца года планируется улучшить жилищные условия 256 семей. Напомним, в программе губернаторской ипотеки могут принять участие работники областных, государственных и муниципальных учреждений в сфере здравоохранения, культуры, спорта, а также IT-организации. На заседании коллегии подвели итоги работы в сфере строительства архитектуры региона за 2020 год. Обсудили планы на будущее. Сергей Морозов отметил одно из ключевых направлений – внедрение и запуск на территорию Ульяновской области государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Зачем нам это надо? Ну, прямо достаточно просто. Во-первых, и, наверное, самое главное, эта система позволит значительно упростить и автоматизировать процессы подготовки сведений, необходимых для осуществления градостроительной и инвестиционной деятельности. Мы все сейчас активно занимаемся цифровой трансформацией. С докладом о проделанной работе и результатах строительной деятельности выступил министр строительства и архитектуры Константин Олексич. Несмотря на тяжелый 2020 год, Ульяновская область показала высокие результаты в сфере градостроительства. На сегодняшний день на территории Ульяновской области 2420 действующих строительных организаций. В настоящее время в строительной отрасли трудится порядка 22,5 тысяч человек. Это строительно-монтажная организация порядка 15,3 тысяч человек. И на предприятиях промышленно-строительных материалов порядка 7 тысяч человек. Работу региональных строителей отметили в столице. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин в рамках рабочего визита в регион 11 февраля отметил, учитывая опыт Ульяновской области по программе реновации, регион должен стать пилотным в направлении этой работы в стране. Одна из приоритетных задач на 2021 год – переселение граждан из аварийного жилищного фонда. За 2020 год из аварийных домов переселили 598 человек. В этом году этот коэффициент планируют удвоить.